С 7 мая в республике будет установлен противопожарный режим. Какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности, обсудили сегодня на очередном заседании Кабинета Министров. Об этом и других вопросах повестки дня. Сюжет Дмитрия Ковалева. По прогнозам синоптиков, а недавний снегопад показал всем, что к ним лучше прислушиваться, в республику придет аномальная жара. Чтобы свести на нет лесные пожары, будет введен запрет на разжигание костров за пределами специально обустроенных зон. Глава региона отметил, что сотрудникам МЧС необходимо провести профилактические беседы с жителями частного сектора. Именно здесь чаще всего возникают пожары из-за бесконтрольного пала сухой травы. Ежегодно в стране по этой причине возникают тысячи пожаров, в том числе переходят на лесные, переходят на населенные пункты и сотни потерянных жизней. На территории Чувасской республики с каждым годом они уменьшаются. В 15-й год было 188-16-835, снижение на 23,3%. Первомайские праздники уже на носу, потепление уже идет, народ поедет за Волжи, отдыхать там, прогуливаться. Вот здесь все службы у нас уже по готовности подготовлены, имеют готовность номер один. Экстренные службы в праздничные дни будут дежурить в усиленном режиме. Патрулировать леса намерены с помощью беспилотников, которые недавно приобрела администрация города. На Первомайскую демонстрацию уже хотим их вывести, проходят испытания, ну а в рамках взаимодействия со структурами необходимо будет подписать соглашение, прописать регламенты, потому что каждый вылет беспилотника согласовывается. Бороться с огнем спасателям помогут и добровольные команды. Сейчас в республике на общественных началах действует немало пожарных дружин. В госкомитете предлагают расширить меры поддержки добровольцев. Предлагается распространить систему оказания государственной поддержки на работников добровольной пожарной охраны. Практически во всех сельских поселениях добровольной пожарной команды созданы, и они оказывают нам помощь как профилактическую, так и реальную по обеспечению пожарной безопасности. В республике намерены поддержать и преподавателей национальных языков. Тем, кто подготовит финалистов и призеров Олимпиад, будут выделены гранты. Размеры денег по очереди педагога, подготовившим победителей и призеров межрегиональных международных олимпиад, школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе и мордовскому языку и литературе по 100 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Уже за рамками повестки дня Михаил Игнатьев подвел итоги презентации республики в Министерстве иностранных дел. С потенциалом чуваши познакомились представители более 90 дипмиссий, а это серьезный шанс заинтересовать зарубежных инвесторов. Когда есть проекты, эти проекты надо представлять, надо презентовать на всех тех форумах, на всех тех площадках, которые есть. Поэтому к мероприятиям нам надо готовиться. Уважаемые министры, это ваша задача, первостепенная задача. Вы, выполняя свои функциональные обязанности, должны заниматься привлечением инвестиций. Послы некоторых стран уже планируют приехать в Чувашию с официальными визитами. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.